дорогие друзья уважаемые подписчики моего канала сегодня я представляю вам примус это один которого собрал из двух или трех разных примусов верхняя часть от одного примуса пт-1 другая часть от другого чая благо они подошли замок значит здесь был поломанный здесь мы сделали такую вот интересную интересную вещь вот видите защелка потом что здесь еще голова здесь от шмеля видите вот этот примус думаю его буду я разжигать представлять делать испытания интересно как получилось впервые ставлю такой эксперимент примус пт-1 с головой от шмеля сегодня я разжег наконец-то примус пт-1 ну я его так назвал франкенстове такой он франкенштейн получился из нескольких частей из нескольких примусов а самое главное значит достижение это эксперимент с шмелями с шмелями головой то есть здесь практически не было крышки от одного крышка от одного примуса нижняя часть от другого примуса в общем все это почищена покрашена значит сюда приделали замок благодаря моему другу который прислал этот замок он сейчас очень хорошо сочетается ну и вот разжег примус думаете он так горит нет он не так горит он горит еще сильнее вот так вот он вот он горит на полную мощь яркий цветок пламени горение просто отличное но есть какие-то желтые язычки пламени но это из-за того что я его только собрал там все новое там графитовая смазка потом сам графит в общем все здесь перебрали заменил бинт ну и так далее вот у нас здесь есть мой чайничек он такой модный как сказал один мой товарищ и вот видите горит просто прекрасно ну честно говоря вот здесь я ведь я обернул фольгой я как бы не знал что будет с примусом какого плана я вообще думал что какие то проблемы будут ну во всяком случае на первый розжиг я себя обезопасил и поэтому обернул фольгой чтобы он как бы не почернел ну я вижу что он горит прекрасно нет никаких опасений бесшумная горелка работает превосходно я думаю что скоро скоро у нас будет чай кстати многие наверное зададут вопрос а как же насчет безопасности потому что вот бачок он нагревается конечно но не так сильно во всяком случае нагревается а здесь значит заменена резина и здесь значит пружина она усиленная пружина то есть авторучки достаточно сильно так что я думаю что она выдержит ну в принципе бачок толстый я думаю что он выдержит это давление вот так вот как видите он горит шума практически нет практически нет шума вот так вот так вот так спасибо вам за внимание если вам видео понравилось подписывайтесь на канал ставьте лайки вот я еще покажу вам вот тихая горелка горит прекрасно просто супер вот так вот так до скорых встреч до свидания